Всем доброе утро! У кого утро, у кого не утро, доброго времени дня или вечера. Короче, сегодня продолжаем эпопею с колесами. Вчера я забрал, они на липучке, 17-е катки. Каточки! Вот, нашел резину я в наличии в Краснодаре на улице Уральская, есть еще на улице Мачуги. Но это все совсем в другом конце города Краснодара. Деваться некуда, придется туда ехать. Сейчас я направляюсь на стоянку за машиной, садимся в тачку и гоним за колесами. Кто-то скажет, чем тебе не устраивает эта резина? Эта резина уже старая, это кардиант. Я, если не ошибаюсь, покупали его в 2013 году. Да, вот, смотрите, дата. 22-я неделя 2013 года. Представляете себе? Это жесть! Резине 7 лет. На такой резине уже ездить опасно. Хоть и протектор еще неплохой, но ездить уже опасно. Она уже пошла шишечками. Когда едешь, это чувствуется особенно, ну, потихоньку, когда едешь не на высокой скорости. Но пора уже менять. Да и сами колеса вот эти, это 15-е, а у нас есть диски на 17. Колесики будут побольше, поинтереснее, покрасивее. И машина будет управляться получше. Сразу же при магазине шиномонтаж. Все обошлось мне в 20 тысяч 40 рублей вместе с пакетами под колеса. Вот моя старая резина. Хочу с нее немножко получить. Хочу продать ее. Рубля по 2 за колесо. Ну, я имею ввиду, колесо целиком полностью, диск вместе с резиной. И часть денег вернуть. Состояние тормозных дисков хорошее, но их надо проточить. Они бьют. Колодки надо заменить на более мягкие будет. Что у нас с передней части? Спереди у нас вентилируемые диски. Короче, надо будет комплект колодок купить. И съездить на проточку дисков сразу же с новыми колодками. Мне же теперь надо все это в машину утолкать. Четыре этих колеса. И четыре тех баллона зимних. Кстати, эту резину я покупал еще в, по-моему, шестнадцатом году. Когда, когда Камри у меня была. Сейчас найду, скажу. Нет, не вижу я. Не вижу я дату производства. А вот, 27-15. С пятнадцатого года резина. Пять лет ей уже. Состояние еще отличное. Еще покатается. Ничего страшного. Если зимы будут здесь холодные. В станице-то, наверное, там гололед зимой бывает. Посмотрим. Если будет, то придется одевать эту резину. Ездить она не на шипах у меня. Липа. Прекрасно будет. И не шумно. Ай, красавица. Ну, совсем другое дело. Вот это колеса. Вот это я понимаю. Еще тонировочку сделать. Вообще будет бомба. Красавица. Слушайте, ну еду сейчас. Вообще небо и земля. Управляемость у машины стала намного лучше. Прям дорогу держит намного лучше. Я вообще доволен выбором и покупкой. Все супер. Балдеж. Сейчас хочу еще на мойку заскочить по-быстренькому. А то колеса все грязнючие. Да и машина уже не первой свежести. Как вы спойте? Вот, сполосну ее и домой. Надо будет резину все убрать. Может найдется покупатель, не знаю. Я уже добавил свои колеса на объявление. Найдется кто-нибудь, купит. Будет хорошо. Часть денег верну. Я уже на мойке. Сейчас быстренько мне машинку ополоснут. И вообще будет так больно. Сегодня поедем в Станицу попозже вечером. Сейчас я не знаю, мы поедем кафель смотреть или нет. Но вообще в планах у нас это было. Хотим... Юля поточнее хочет. Она подала очень классную, грамотную. Идею для того, чтобы кухня была у нас в доме как можно больше, то стену немножко снести между кухней и той зоной, где у нас будет стоять стиральная машинка. Точнее той комнатой, где у нас будет прачечная. Вот так вот. Вот эту стену нам надо будет просто снести и чуть-чуть сместить в сторону прачечной. Мы когда приедем в дом, я вам все покажу, вы все поймете. О чем я говорю. Идея вообще прекрасная. За счет этого мы просто выиграем очень много места на самой кухне. Так издалека смотришь, тачка огонь. Поближе подходишь. Гнилушечка. Гнилушечка. Еще одна гнилушечка. Надо будет все это потом делать. И пороги тоже менять. Порогам уже тоже хана. Так, время уже час. Без пяти. Надо ехать в станицу. Ну как в станицу? Сначала надо кафель съездить, потом в станицу ездить. А Юля собралась пол мыть. Я говорю, Юля отбросает. Все, некогда. Мы так и не купим ничего, если мы так будем. Трудно, да, на два дома. Трудно. Вечером приедем, вечером помоем. Ничего страшного. Тем более, что я вчера пылесосил. Юля вон еще раз пылесосит. Слышите? Я быстро переоделся, помылся. Потому что он весь в мыле был, пока эти восемь колес закинул в кладовку. В свою вообще жесть. Вот. Алиса просится, говорит, пошли на улицу. Папа, пока мама красится. Чтобы не ждать ее, ребенок хочет погулять немножко. Да, пойдем воздухом подышим. Юляшка уже спустилась. Мы ждем маму и Алису. Потому что мы с Алисой вышли на улицу. Мама сидела на валочке. Алиса, давай играть с Тедиком. А потом мама говорит, может я с вами поеду? Я говорю, ну поехали, конечно, если скучно заняться, нечем. Что дома-то сидеть? Она говорит, ну все, ладно, сейчас Тедика заведу и поедем. Она пошла заводить Тедика. На мусор надо еще. И нету Алисы, и нету мамы, и никого нету. Что-то они так долго уже ходят. Давай пока мусор съездим, выкинем. Юля, мусор вынес. Потому что я заменила лоток синий. Надо выбросить. Так, мы уже гоним за кафелем. С нами мама. Мама привет всем передает. Привет, привет всем девочкам. Канал у бати Леша. Все. Чувствуете, как машина-то ехать стала, а, помягче с этими колесами? И повыше, чувствуешь, как стала? Вот, ну... Все, всего лишь колеса, а как стало, да? Я знаю, что Леша дома доведет ее. Я им сказала, говорю, не вообще эту машину. Оставьте в своей семье. У Юли права. Юля запросто, может, и что, немножко их надо. Они только продлить надо. Продлить надо, и все. И будете, если там в Северской жить, то будете ездить на ней. Юля, в магазин или еще куда-нибудь. Я сюда вочерем буду. На такой мягкой машине, что не ездить? Значит, буду до ума доводить до конца. Конечно, купить одну машину хорошую там. А эту оставить в хозяйстве? Да, Леша пусть все покупают. Я вообще на машины не заморачиваюсь. Никакая не заморачивалась. Все покупки только с Лешиного желания были. Я бы и на этой могла ездить. Фотокомплекс Автоураган. 60 километров. Я тоже думаю, что нашу машину никуда не будем мы девать. Потому что Лева сейчас тоже пойдет учиться. Я уже в этот раз ему сказала. Сынок, ты сейчас пока сидишь дома? Тебе 17 лет будет в августе. Пока дома сейчас летом сидишь, давай на курсы походи здесь. Вот, теорию сдашь. Он достал вчера колесо, это, Леша, приставку. Приставку достал, стимулятор дорожного движения уже изучает, сидит. Ну, он же ездил у нас. Ну, молодец. Маленький был там, в саду ездил. А он, правда, если он сейчас теорию сдаст, ему потом только практика останется. И все, да. Самая сложная, мне кажется, это именно теория. Ну, по крайней мере, вот у меня была теория сама сама. Ну, в общем, и все. И на этой машине, на Матриксе еще можно гонять и гонять. Ну, он мечтает о Кадиллаке. Он прямо мечтает о Кадиллаке. Я хочу Кадиллак, да. О, нифига себе. Мама, я хочу Кадиллак. Жирненько, жирненько. Ну, если поступит здесь, куда он планирует, куда хочет, то пусть, пожалуйста, я не против. То есть, сколько он будет стоить-то Кадиллаке? Не важно. Чем Кадиллаке? Не важно. Ни у кого еще Кадиллака не было. А, на Кадиллаке Маргенштейн приехал в Башкирию свою или куда-то. Там чуть с ума все не сошли. Кадиллёва под впечатлением. Под впечатлением тоже Кадиллаке, да. Он посмотрел, что это за машина. У нас во дворе стояло два дня, и я ему говорила, выйди, посмотри. И все, и он вышел вчера с Тедди гулять вечером. А все, Кадиллака уже нет. Он такой разочарованный, но стоите погулял с удовольствием. Тедди носился, он вчера раздурился с Алисой, он вчера опять так носился, это вообще, это надо было видеть. Он сегодня ночью спал очень плохо, заскакивал через каждые 10 минут, но не может нервную систему привести в надлежащий вид. Он маленький еще, маленький. Да, и все. А я-то думаю, что у него может животик, может еще что-нибудь, все нормально. Ты его к выставкам готовишь? Нет. Он очень красивый. Я сегодня смотрела опять картинки, да, правильные мопсы и мопсы, которые, ну, с какими-то эффектами. Короче, Тедди правильный мопс. Тедди шикарный мопс. Так надо тогда ехать, нам же дали этот родственную, ну, родословную, которую надо в кинологическую службу Краснодара обратиться. Они поставят на учет, отдадут нам корешок и тогда со специалистом готовить его к выставкам. Да, мам, он шикарный мопс. И девочку купите потом, мы будем продавать шикарные. Щетки от мамы отличненько. Щенки от Тедди, мамы отличненько. Бизнес, у меня бизнес кругом. Вы как хотели? У меня уже годы такие, что надо работать. Мама, можно было бы отдыхать на пенсии, но нет. На Кадиллак надо зарабатывать. Так, зашли в один объем. Очень большой выбор здесь. Классный, но не сильно матовый. Нет, красивый. Привет, привет. Как дела? Да? Давай еще что-нибудь. Мне понравились те варианты, которые ты мне показывала дома. Те были классные. А у вас в наличии или ждать придется? Юля заходит в магазин кафеля, какие-то слова непонятные для меня говорит. Мне посоветовали зрителей шебешик выбирать. Мне очень понравилось. Мы сейчас вживую его видели. Это как ящики. Да, 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 классные. В общем, в первом же отделе, где мы сейчас были, мы уже выбрали там пару вариантов, которые нам очень понравились. Сейчас мы хотим сходить еще сразу к Анатолию, у которого мы ламинат все время покупаем. Посмотреть, что у него есть. И дальше будем двигаться. Нам в станицу надо к четырем. Когда сильно вот эти вот переходы... Сучки. Нет, вот когда... Фаска. Нет, здесь оптическая фаска. Оптическая. Поэтому она... Нет, она продавленная, поэтому кажется большой. На вот этих всех, что я вам показывал, будет стандартная фасочка, аккуратненько. Леш, пожалуйста, вот кто этот садик 4, который такой красивый вы достал. Вот мне нравится. Тоже, иди сюда. Так, вот этот прям идеальный. Он и не холодный, и не теплый. Ну, а вот этот и мне нравится тоже очень. Очень красивый. Он, видишь, как-то и теплый, и тут же холодный. Смотрится вообще классно. Обалденный. Красивый. Это 12 миллиметров, да, 33? Да. Да. Ну, ценник, я же говорю, для вас будет 2150. Спасибо, я поняла. Мы только у вас покупаем. Уже получается в какую? В четвертую получается. Ну, довольный. Очень, очень довольный. Ничего нигде не облезло, никакие носки. Так, и вот этот ламинат нам еще понравился. Вот в таком ламинате будет красиво белая мебель смотреть. Он тоже и теплый идет, смотря на досках, и полон. Да, 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 и серый. Да, досках. Ну, вот под стиль Прованс, мне кажется, вот этот больше подходит, чем первый. И пыль не будет видно у тебя. На стиле на белом пыль видно. Ну, вот и все. Определились с ламинатом, определились с кафелем. Ты повезешь нас в ресторан? Сейчас идем, что мы, оплачивать кафель? Да. Нам сначала в станицу надо съездить, а потом в ресторан. Купим сейчас кафель и потом погоним в станицу. Вот здесь у рынка парковка. Она вроде как платная. Вот стоит терминал для оплаты. Не оплатишь, приедут и эвакуируют машину. И мест здесь, ну, никогда не бывает. Поэтому я всегда паркуюсь вон там, через дорогу. Есть парковка. Вот этот Юлий Кафель очень сильно понравился. Это точно Прованс? Да, подойдет. Подойдет? Подойдет, шибишик. 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 Ну, оно подойдет. Оно все по-натуральному. Что, нам надо посчитать сейчас примерно, сколько у нас выйдет? Наверное, это... Нам надо, да, чтобы зрительно это сделать. У тебя же размеры есть с собой все? Да. Сидим, считаем. Вот магазинчик, в котором мы купили все. Калинина 327-2. Хорошая плитка. Ребята здесь, такой обслуживающий персонал. Мужички такие молодцы. Сразу встретили. Все показали, все рассказали, объяснили. Короче, ну, нам понравилось. Понравилось. Все хорошо. И дешевле, чем в Леруа Мерлен получается. Нам еще надо будет только докупить смеси. Ну, клей, плитку. И все. Эй, пока-пока. Привет-привет. Руку давай. Вот идет, ведет прямой стрим. Вот стрим ведет. Вот так-так-так. Погнали. Остаречный мужчина. Папа приехал. У него зуб очень сильно болит. Ужимается. Несколько дней. В выходные он лекарства покупал, наполоскал. Все было нормально. А сейчас опять все разболелось. Записался сегодня к стоматологу. Даже говорить ничего не может. Так, к нам приехали специалисты. Мы сейчас посмотрели, показали, что мы хотим сделать. В общем, мы вот эту стену, вот так вот, метр двадцать, хотим утопить и ставить сюда холодильник, микроволновку, духовой шкаф. В общем, сделать так, как у нас дома. Уйдет эта стена вот сюда. Вот сюда она уйдет. В наше вот это помещение, в котором будет стоять у нас стиральная машинка. И сушилка. Так, сразу идет замер дверных проемов. Будем заказывать двери. Не сегодня, но будем. Слушайте, ну так удобно вообще. Ребята, которые застраивали вот этот весь поселочек вот тут вот. Ну, как несколько вот этих коттеджей, сколько здесь построено. Приехали без проблем. Сейчас делают замеры дверей. Смотрят. То есть, они нам предоставят потом кафельщиков, плиточников. Потом, значит, по поводу электрика. Электрика тоже они нам дают. В общем, все, что требуется, все, что необходимо, они все нам делают, все дают. Вот по поводу воды. Вот у меня вода чистейшая идет. У папы чуть-чуть мутная. И, в общем, вопрос решается очень легко и просто. Те, кто бурили, приедут и будут промывать. То есть, вот застройщики, те, кого нанимали, они позвонят этим ребятам. Они приедут и будут промывать, прокачивать. Я не знаю, в общем, будут исправлять ситуацию с водой. Вот так вот. Все супер, все ништяк. Никто никуда ни от кого не убегает. Никто ни от кого никуда не теряет. А наоборот, ребята еще приезжают и помогают. Вообще супер. Вчера приезжал электрик, прокинул, значит, электричество под кондиционеры. Вова должен завтра приехать, кондиционеры повешать. Папа после него уже сегодня все зашпаклевал. Все в идеал вывел. Прям вот вообще. Причем не только у себя, и у меня тоже. Вот, сынок, нет, чтобы папе помогать, да? Папа сыну все делает. Пап, у меня же там начнут. Они и так мне пишут, что ты что, папу, бросил ничего. Если вы с Юрией сделали для меня, то мне не восполнили. Нет, мне в комментариях пишут, что я должен с тобой здесь быть, все тебе помогать делать. Спросите, что папа сегодня делал? Мы делаем все вместе. Ну, а что сидит? Вот папа поштукатурил. Папа огород прополол еще поздно вчера. Чуть не крякнул на этих гретках. А сегодня у него зуб болит, ноет, он сам ничего не может делать. Весь день ходит, маяться от этой боли. Да, вечером к стоматологу. Записался на пол восьмого к стоматологу. Так что такие дела. Я вообще кайфую здесь в станице. Воздух совсем другой, не как в городе. Намного чище, приятнее. И вот здесь, вот сколько мы приезжаем, вот такая погода приятная. То есть дождики все равно здесь идут и свежо. Смотри, какие колеса я поставил. Пойдет? Слушай, как ты не боялся на твоей резине ехать? Так посмотри, это же уже 17-е колеса. Видишь, как вообще машина по-другому смотрится. Красота. 315 на 60 на 17, а тебе 55. Вообще огонь. Как ты можешь менять, на моих езде. Да, ты меняйся, я тебя возьму, ты себе еще купишь. Огонь. Она идет по-другому, резина мягче, шума такого уже нет. И держит она дорогу лучше, даже тормозит круче. Вот я тебе серьезно говорю. Хорошо. Обалденно. Вот считай, водосохи, она как по воде будет. Да, да. Видишь, как красивые сделаны. Вообще супер. Сколько ты задал за нее? Слушай, я думал, будет дороже. Один баллон 5 рублей. Ну, 4970. У меня-то 8 рублей один баллон. Ничего себе. У меня, видишь, у тебя и размер колеса другой. Плитка дороже. Приехал нам специалист по бетону. Решают, что где девать. Где плитку, где бетонировать. Бетон, вот я считал, примерно 100 тысяч рублей квадратный метод. Это материал с работой, с армированием, со всеми делами. Ну, надо узнать тогда, сколько стоит плитка. Да, вы знаете, сколько плитка есть, потому что здесь не сильно плитка проводит. Красиво, склонно. А оно мне красоты не даст это ничего. Если, как говорите, вот отсюда 3 метра, это будет и терраса. А, ну да, точно, да, Денис. Правильно папа говорит, здесь же будут террасы. А это кто натянул же? Папа тут дорожки размечает. Как будут? Не узкие, нормально. Почему? Ну, вон ты стоишь, смотри, сколько места еще. Это все ты стоишь на дорожке. А здесь грядочки, вот. А здесь цветы будут, понятно. Все, фундамент замерили, завтра скажут, сколько будет по деньгам примерно. Но это только у папы. У меня будут потом все это делать. Пока мне не до фундамента. Точнее, не до фундамента, а не до бетона. Папа будет пока бетонить дорожки. Что там? Смотри, там тусовка целая ведь, а? Алиса тусуется. С ребятками. Там целая тусовка у них. Офигеть. Обалдеть. Сколько народу. Обалдеть. Так, ну все, давайте собираться. Уже домой пора. Все, познакомилась я с местными ребятками. Тусовка, да? Алиса там, да. Ты с ними был, что с отцом? Конечно. С местными. Пошли, он уже уезжает, он закрывает дом. Тихо, поменьше забери. Мы уходим. Меня слугает. Папа уже приготовил ключи. Уже стоит, ждет, когда мы выйдем. Мы в саду бетонили получастка 120 тысяч выходила, помнишь? Алиса, домой, поехали. Поехали, завтра вернешься. Конечно, надо так, как поехали. Я не устал, у меня сердце не болело. Да, это боль просто зубная, она выматывает очень сильно. Поэтому я говорю, я тогда, когда вы будете подъезжать или выезжать, позвонишь мне, чтобы я сюда приехал. Да, хорошо. Все, договорились. Ну все, до свидания. Давай, папуль, до завтра. Пока-пока-пока. Папа, позвонишь мне, ладненько, после... Пап, позвонишь мне после стоматолога. Все, кисненько, моя датка, а девочка до кома... Датка. Так, ну что, вот так прошел наш день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, ребята. Пока-пока. Удачки. Удачи.